здравствуйте ребята меня зовут белоусова татьяна геннадина я учитель химии сегодня в логическом продолжении предыдущих тем мы разберемся с тем как принято сравнивать ковалентную связь какими характеристиками она обладает существует несколько параметров по которым сравнивают ковалентную связь первое это энергия энергия обычные забрать измеряется в джоулях и считается энергия как энергия разрыва связи сейчас мы к этому понятию вернемся второй параметр это длина связи длина следующий параметр это направленность направленность а также насыщенность насыщенность и полярность вот в рамках этих понятий мы сейчас с вами и поговорим начнем с энергии энергия обозначается буковкой е обычно принято обозначать энергию разрыва связи энергия разрыва связи от чего это будет зависеть это будет зависеть от того насколько прочная является ковалентная связь или непрочной давайте выясним это на следующем примере есть молекула водорода в ней образуется ковалентно неполярная связь и эта связь по типу сигма теперь давайте посмотрим как выстраивается молекула кислорода у кислорода на внешнем уровне два неспаренных электронов и следовательно будет формироваться двойная связь и также возьмем молекулу азота которая образована за счет трех неспаренных электронов здесь будет 1 сигма и 2 пи связи как вы думаете в какой из этих молекул будет труднее разорвать химическую связь наверное логически это понятно разорвать химическую связь будет там труднее где ее кратность будет больше кратность подразумевает сколько связей будет тогда в молекула где одна связь такие молекулы называется с кратностью 1 здесь двойная кратность здесь тройная тогда очевидно по энергии разрыва связи молекулу азота разорвать будет труднее чем молекулы кислорода ну а соответственно кислород будет разорвать труднее связь чем в молекуле водорода приведу вам чисто количественную характеристику которая не к запоминанию если мы хотим разорвать 1 моль связи в одном моль водорода нам придется приложить энергию которая соответствует 296 кило джоулям на моль это довольно большое количество энергии если мы хотим разорвать молекулы кислорода нам придется приложить порядка под 586 кило джоули эти данные можно просчитать через специальные расчеты которые мы будем делать в теме термодинамика и молекуле азота чтобы разорвать три связи здесь нужно уже 910 кило джоулей на моль таким образом по энергии можно сравнивать где связь прочнее где она менее прочная такая же закономерность будет и во всех остальных случаях с разными кратными связями это первый параметр следующий параметр это длина связи длина связи обычно обозначается буковкой l как это принято и физики и в математике но поскольку атомы и молекулы очень маленькая маленькие частицы то длину связи принято изображать соответственно маленькими размерными единицами и традиционно сейчас измеряют в нанометрах на на это 10 минус 9 метра и расстояние соответственно измеряется в этом случае в таких единицах приведу следующий пример существует в органической химии соединение где углерод связан одинарной связью сигма длина этой связи составляет 0,154 нанометра если мы возьмем двойную связь между атомами углерода то наверное если вы подумаете вам должно быть понятно посмотрите по аналогии с кислородом с двойной связью эта энергия больше было наверное понятно что если энергия разрыва связи больше то соответственно длина связи в этом случае будет меньше потому что они связаны более прочной связи и это действительно так здесь получается длина 0,134 нанометра ну а так как в органической химии есть еще соединение с тройной связью то уже логически продолжая данную закономерность мы можем сказать а здесь должно быть еще меньше и такая длина связи тоже таким образом получается что длина связи зависит от того сколько будет таких связей и соответственно насколько она будет прочна или не прочна и так это мы рассмотрели если зависит от самой кратности связи приведем другой пример допустим у нас молекула водорода h2 здесь одинарная связь давайте единственно уточним это связь сигма эта связь образована двумя с электронами с электроны перекрывается между собой довольно сильно потому что с электроны имеет округлую форму то есть ферический и при наложении этих облаков друг с другом связь получается более прочной то есть оказывается чем больше перекрывание электронных облаков связь будет прочнее теперь возьмем молекулу хлор 2 в молекуле хлора тоже одинарная связь она тоже по типу сигма но эта связь сигма между электронами которую хлора п тогда такая связь образована сигма пп но по электроны имеет восьмеркообразное строение а значит площадь перекрывания их будет достаточно невелика и следовательно длина связи которая будет в молекуле водорода сама эта длина она будет сравнение с длиной связи в хлора соответственно меньше поэтому отсюда существует простое правило чем прочнее связь чем она по энергии связи выше тем по длине она будет короче и таким образом вы можете связи сравнивать в разных молекулах между собой третий параметр это направленность направленность бывает двух типов направленность это расположение атомов в пространстве в этой молекуле и так возьмем молекулу водорода молекула водорода это молекула условно типа а2 как вы видите такая молекула будет строго линейной потому что по-другому она чисто в пространстве быть не может возьмем молекулу хлора водорода она тоже и состоит из двух атомов и эта молекула условно а б тогда из таких схем легко видно что направленность таких молекулах будет всегда линейная и другой она быть не может а вот когда молекулы будет уже другого состава большего количества атома они могут появиться может направленность и например угловая возьмем молекулы воды в воде валентный угол ажим ожидаемо должен был бы быть 90 градусов но в силу того что водородные атомы частично друг от друга отталкивается валентный угол здесь равен 104 градуса пять минут и такая молекула как бы мы не хотели она будет обязательно строго угловой если мы возьмем формула аммиака nh3 то его структурная формула формула льюиса будет выглядеть вот так и соответственно такая молекула будет тоже обязательно угловой а валентный угол силу опять-таки причин и в частности направленность направленности через гибридизацию это будет сто семь градусов тогда такие молекулы такого состава и более сложные молекулы они однозначно будут угловые угловая молекула и внутри вот этой угловой направленности они внутри могут подразделяться там тетраэдрическое бывает октаэдрическое расположение и так далее и так далее на направленность может влиять особый процесс называемой гибридизации но гибридизацию мы разберем с вами позже следующий параметр насыщенность насыщенность определяется тем остаются ли в данной молекуле не спаренные электроны или не остаются если мы возьмем все тот же водород обратите внимание что в молекуле водорода образована одна общая электронная пара ни у одного водорода ни у другого водорода никаких не спаренных электронов более нет тогда молекула водорода будет насыщена и этим объясняется тот факт что никогда не может существовать молекула h3 потому что такую молекулу образовать будет невозможно она физически не может существовать если мы возьмем например молекулу кислорода то у кислорода двойная связь и она состоит из сигма и пи связи на первый взгляд кажется что никаких не спаренных электронов здесь не существует но это обманчивое впечатление потому что одна связь сигма а вторая связь пи и пи связь она образована по электронными облаками которые подходят друг другу боком боковым перекрыванием поэтому в любой момент а такая связь может разорваться поэтому на будущее там где существует пи связи такие молекулы будут не насыщены не насыщены этим объясняется тот факт что существует например молекула o3 известная вам молекула озона и существует и другого типа насыщенные частицы и не насыщенные тоже и я напомню что в органической химии если вещества органические имеют насыщенное состояние они дополнительно называют термином предельные предельные углеводороды предельные спирты будут называться на предельные карбоновые кислоты а там где они не насыщены они будут называться соответственно непредельными соединениями непредельными углеводородами и так далее тогда насыщенность зависит от того если не спаренные электроны или они не имеются и в этой связи хотела бы пояснить любой атом если это атом не является инертным газом элементом например водород например хлор с его семью электронами на внешнем уровне обратить внимание у всех этих частиц есть не спаренные электроны если они имеются такие частицы соответственно не насыщены этим объясняется тот факт что атомы таких химических элементов стремятся вступить в химическое взаимодействие и осталось разобрать полярность полярность зависит от того насколько высоко или низко разница в электроотрицательности полярность принято обозначать либо символами дельта минус дельта плюс это делают обычно в ковалентной связи но а в ионной связи мы ставим конкретный заряд плюс или минус давайте сравним по полярности следующие частицы и так первое все также водород и напомним давайте что электроотрицательность обозначается символом кси посчитаем здесь чему будет разница в электроотрицательности в такой молекуле если вы посмотрите в таблицу электроотрицательности в таблицу полинга вы обнаружите что у водорода электроотрицательность равна 2,1 тогда если мы отнимем две целых одна десятая у одного атома водорода от второго мы получим разницу равна нулю тогда ковалентные соединения в которых разница в электроотрицательности является близкой к нулю они поэтому и называются ковалентно неполярные соединения теперь возьмем например h2 в нем тоже одна связь сигма это ковалентная полярная связь а между молекулами водородная посчитаем какая здесь электроотрицательность разница дельта кси дельта электроотрицательности так у фтора она равна 4 у водорода 2 и 1 как мы понимаем разница будет соответственно 1,9 если разница превышает как правило больше двух единиц это будет ионных вид химической связи если она находится в пределах до двух единиц такая связь называется ковалентно полярная и чем больше такая разница будет тем более полярная будет химическая связь если бы мы сравнили например молекула ашфтор с молекулой ашфлор то в ашфтор у нас получилось смотрите разница в 1,9 если мы посчитаем даже устно можем это сделать для молекулы хлора водорода у нас получится у хлора 3 единицы у водорода 2 и 1 0,9 как мы понимаем в этом случае такая молекула будет менее полярный и так в ковалентной связи принято сравнивать разные молекулы разные вещества по свойствам ковалентной связи к ним относится энергия разрыва связи длина связи расположение в пространстве направленность насыщенность и соответственно используется параметр полярность и вопрос который может возникнуть с какой целью принято сравнивать ковалентной связи дело в том что используя данные моменты мы можем определить например легко ли сложно разрушить ту или иную молекулу сколько нужно приложить энергии чтобы разрушить такие вещества и соответственно получим ли мы выигрыш в энергии допустим а если такие вещества будем сжигать или например разлагать и соответственно исходя из направленности мы можем предположить насколько такие молекулы подходят например как в роли катализатора или например как вещества которые будут из которых мы потом можем получить те же полимеры каучуки и так далее поэтому на самом деле сравнение ковалентной связи является важным параметром который используется как в области химии так и на практике например если это проводит допустим какие-то инженеры материаловеды и так тема урока сегодня разобрана надеюсь это материал вам был понятен интересен и на следующем уроке мы с вами продолжим рассматривать химические связи и далее всего хорошего до свидания ребята субтитры делал DimaTorzok